Вот так будет выглядеть основной блок. Первый, второй, третий режим. Энкодер для настройки режимов, допустим, давления, времени и так далее. Кнопка стоп и основное включение. Пока еще просто не припаяли. Значит, за реле отвечают пока светодиоды. Мы туда подключим реле. И, соответственно, датчик CO2, датчик давления, который у нас будет, и датчик температуры. Теперь включаем систему. Так как у нас отдельный блок питания, иногда приходится сбрасывать. Система ждет 20 секунд для того, чтобы датчик CO2 измерил показания. Это нужно для дальнейшей модификации устройства. Также это можно наблюдать на шкале. Как только шкала загрузится, загружается система. Система загрузилась. Значит, сверху датчик температуры, датчик давления и датчик CO2. Игорь, изменили давление. То есть, мы можем покрутить давление. И оно у нас измеряется до 10 бар. Вот 10. Убираем на минимум. Так как у нас система на датчике давления завязана, это сейчас самое важное. Значит, мы можем включить первый цикл. При включении первого цикла система работает. Самое важное, что при нажатии на кнопки ничего не происходит, пока не закончит работу первый цикл. Можно его вручную остановить, нажав на кнопку стоп. Вот, система у нас обнуляется. Нажимаем на второй цикл. Это уже вакуумный цикл. То же самое, пока работает цикл, ничего не функционирует. Нажимаем еще раз на стоп. Теперь можно пройтись по настройкам. Если нажать на кнопку энкодера, мы попадаем в меню настроек. То есть, для воздушного цикла первого мы можем выставить уровень давления, при котором система будет работать. Затем время нажать на кнопку, мы сразу переходим в следующий режим. Еще раз нажмем на кнопку, перейдем в следующий режим. Вот вакуумный цикл, здесь тоже можно выставить время. Нажмем еще раз, вернулись в главные моменты. В принципе, вот такая система. Продолжение следует...